МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спортивно-патриотический праздник, День здоровья, состоялся в поселке Дружба. Главными героями стали ученики школ, которые не только сражались за победу в эстафете, но и познакомились с боевым оружием. 17 ноября наша страна отмечает День народного единства. Именно к этому празднику был приурочен День здоровья, прошедший на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Дружба». Сборные команды школьников с 5 по 9 классы показали блестящую работу в коллективе. Командир-лидер, у нас его нету, потому что вся команда сплоченная, для нее не нужен лидер, мы вместе все и так сильные. Среди гостей праздника были люди, не понаслышке знающие о защите своей страны. Главные ее патриоты – военнослужащие. Ребята смогли задать интересующие их вопросы и узнать некоторые секреты. Кроме того, здесь ребята могут познакомиться со страйкбольным оружием. Копиями реального огнестрельного. Но только опасности оно не несет. Возможность испытать себя на меткость была у каждого желающего. Короткий инструктаж, очки – и можно начинать. Мой результат был не так уж плохо для первого раза – два попадания из пяти выстрелов. То есть люди могут потрогать дети, пообщаться со спецназовцами, с оружием пообщаться. То есть потрогать его просто в руках, понять, что это мощь, это сила. И эта сила исходит из нашей Родины, из нашей Великой России. В итоге состязания лучшей стала команда из школы номер четыре. Они были самыми быстрыми в эстафете. По уверенному прохождению всех этапов было видно – ребята серьезно подходили к тренировкам. Только так через дело, а не через простые слова воспитывается любовь к Родине. И чтобы следующее поколение дорожило своей страной, мы должны дать им хороший пример. Анна Раченкова, Константин Дондаренко, информационная программа «День». Редактор субтитров А.Семкин